Здравствуйте, мои любимые зрители! Имбирь стал чрезвычайно популярным растением в связи со своими лечебными и диетическими свойствами. Многие покупают его на рынках и в супермаркетах. Но мало кто знает, что вырастить имбирь можно и в домашних условиях. Для этого нужен горшок с почвой, регулярный полив и всего лишь несколько месяцев. Чтобы получить хорошо развитый корень, имбирь необходимо высаживать в феврале месяце. Или ранней весной, в марте-апреле. В этот период, как раз начинает удлиняться световой день, а значит, вам меньше придется досвечивать на начальном этапе. Конечно, посадочный корень, должен отвечать определенным требованиям. Он должен быть плотным и упругим. Без каких-либо повреждений и болезней. Без признаков загнивания. Оптимальные размеры, не менее 5-8 см в длину. И 3-4 см в ширину. И самое главное, чтобы на корне были почки роста, как минимум одна. А вообще-то чем больше, тем лучше. Если у вас достаточно массивный корень, то его нужно разделить. Затем, следует слегка подсушить корни, чтобы засохли срезы. Срезы, также можно присыпать растолченным древесным углем. Чтобы они наверняка не загнили. Как только посадочные корешки обсохнут, можно приступать к посадке имбиря в грунт. Очень важно, для имбиря выбрать подходящий посадочный горшок. Так как он достаточно сильно разрастается. Поскольку корень имбиря растет не в глубину, а в ширину, то для посадки лучше остановиться на неглубокой и широкой пластмассовой емкости средних размеров. Однако в природе в открытом грунте имбирь наращивает достаточно глубокую корневую систему. Поэтому, если вы посадите его не только в широкий, но и в глубокий горшок, то будет шанс получить еще больший урожай. Имбирь любит рыхлую и плодородную почву. При этом, она должна быть слегка кислой по реакции. Поэтому, вам подойдет почти любой готовый субстрат на основе торфа. Разве что его следует разрыхлить, добавив песок. Для самостоятельного приготовления, можно взять одну часть зерновой земли, одну часть перегноя или компоста, а также полчасти речного песка. Корешок имбиря следует уложить в горшок горизонтально. И слегка заглубить. При этом почки роста, должны смотреть вверх или вбок. Затем, присыпать слоем влажного субстрата, толщиной 2-3 см. При этом корень, следует разместить не по центру горшка, а сбоку, чтобы ростки как бы смотрели, в свободную часть горшка. Пока не появятся первые всходы, полив имбиря должен быть минимальным. Только для поддержания грунта в слегка влажном состоянии. Горшки с имбирем, следует расположить в хорошо освещенном помещении, без попадания прямых солнечных лучей. Температура воздуха для прорастания имбиря, должна быть от 20 до 25 градусов. При температуре ниже 15 градусов, растение засыпает и прекращает свое развитие. В начале лета, горшки перемещают в помещение с температурой воздуха, от 28 до 32 градусов, и высокой влажностью. Желательно, чтобы емкости с имбирем располагались на западной или восточной стороне комнаты. В таком случае молодые растения будут хорошо освещены и при этом защищены от солнечных ожогов. После того, как имбирь даст ростки, поливы должны быть обильными, а грунт должен быть постоянно влажным. Но при этом нельзя допускать переувлажнение, которое способствует быстрому загниванию сочных клубней имбиря. Также отрицательно сказывается на состоянии растения, пересыхание почвы, которое можно определить по завядшим и осыпающимся листьям. Стебли имбиря нужно ежедневно опрыскивать теплой водой. Выращивать имбирь в одном горшке можно до того времени, пока корни не заполнят его полностью. После этого нужно пересадить его в емкость большего размера или провести деление корневища. Оставшиеся части имбиря можно снова использовать для рассады, употребить в пищу или заготовить впрок. Следует помнить, что вкус домашнего имбиря намного острее, а аромат сильнее, чем у купленного в магазине. Дело в том, что его обрабатывают специальными составами для снижения жгучести. Выращивание имбиря в домашних условиях не отнимет у вас много сил и времени, но даст отличный результат. Вы получите полезный, что немаловажно, экологически чистый продукт. В комментариях поделитесь своим опытом и советами по посадке и выращиванию имбиря. Всем удачи и хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok